ребят всем привет это видео сделано для того чтобы вас немножечко успокоить потому что вы какой-то момент начинаете переживать а я все забыл я вообще ничего не получается я даже первую часть решить нормально не могу вы иногда решаете просто не те задания откуда за сборников еще что вам попадается попадается прямо дичь а я решил вам показать реальный уровень сложить экзамена я взял задачи которые были на егэ 2023 году основная волна то ли урал то ли сибирь не так важно но это то что было на реальном экзамене не там тренировочных там бла-бла-бла ваших проверочных нет на реальном в двадцать третьем году единственное что в двадцать третьем году у ребят не было второго номера нынешнего да про вектора там про координаты я его взял из демоверсии у вас что-то очень похожее попадется на экзамене поэтому давайте возьмем эти задачи и прорешаем с вами вместе немножечко выдохнем мы успокоимся и в конце мне кажется это видео скажите блин вот мне такой вариант а тебе именно такое попадется погнали у треугольника сторонами 9 и 6 пройдены высоты к этим сторонам ну пусть это 9 это 6 высота проведенная к первой стороне то есть к девятке да вот вот это вот 4 чему равна высота проведена ко второй обозначим ее за букву h и давайте напишем наверное форму площади 1 2 на 9 на 4 равно 1 2 на 6 на h ну потому что это основание на высоту основание на высоту так 1 2 уходы 9 на 4 36 36 равно 6h h равно 6c можно вспомнить теорему что стороны обратно пропорционально высотам которых не проведены но это следствие на самом деле из площади конус вписан шар радиус основания конуса равен радиусу шар объем конуса 6 радиус основания конуса равен радиус шар окей значит это типа радиус и радиус давайте вспомним объем конуса объем конуса это одна третья площадь основания умноженное на высоту площадь основания это pr квадрат а высота здесь тоже радиус поэтому множество р ну это одна третья pr куб объем шара я еще с физики помню 4 третьих pr куб так смотрите 1 3 это кстати равно 6 да это 4 третьих ну в 4 раза больше 6 и 4 24 фабрика выпускает сумки в среднем 8 сумок из 100 имеет дефекты значит 92 не имеет найдите вероятность того что купленная сумка окажется без дефектов 92 сотых окей в коробке 8 синих понятная задача 6 красных 11 зеленых случайным образом убирает два фломастера какова вероятность того что окажется выбраны один синий один красный фломастер для начала проговорить как это возможно это сначала выбрали синий потом выбрали красный или сначала выбрали красный а потом уже и после этого выглядит синий вот с какой вероятностью можно взять синий фломастер 8 8 плюс 6 8 из 25 всего их 25 8 25 а с какой вероятностью можно теперь поскольку мы выбрали уже взяли достали синий там с этой вероятностью красный потом с какой вероятностью достаем ну и красных 6 но фломастеров уже стал на один меньше стал 24 потому что 1 до этого достали но здесь как бы все наоборот сначала с вами красный 6 25 с какой вероятностью потом достаем синий ну с вероятностью 8 двадцать четвертых так ну 6 24 здесь 4 4 на 25 это 100 здесь аналогично 100 восемь сотых восемь сотых плюс восемь сотых шестнадцать сотых супер найдите корень вот такого уравнения это показательное уравнение нужно сделать одинаковое основание здесь 1 третья из 1 9 но 1 9 это 1 3 в квадрате а после этого просто нужно приравнять их степени x минус 8 равно 2 это смещено это реальный экзамен реальный вот вы попали представляете вот представьте вы зашли на экзамен вы достали этот бланк вы проглядываете и вот куча людей в том году так дел они проглядывают и это именно эти задания какие у вас чувства так логарифм хотя ну может дальше жопа будет я не знаю логарифм шеи ага что такое что такое степень вот такая это 13 в степени 1 6 да от 13 дальше воспользуемся свойством что лог а в степени p от b равно единице на p лога b ну нужно иногда там держать его внимание особенно второй части что п четное нечетное и что там за такое да но здесь ничего не нужно делать первой части это единица деленная получается на одну шестую лог 13 13 лог 13 если что вот эта единица единица делена на 1 6 это 6 на рисунке изображен график мы кстати к прямо на курсе хулиган такой наш небольшой полгодовой курс на который нельзя записаться но можно записаться на хулиган плюс еще мы буквально недавно прошли вот такие задания у нас здесь что производная до отрезок который мы будем рассматривать от минус 13 17 16 15 14 13 от минус тринадцати до единицы в общем давайте я вот так делаю задание что нарисовано что дано производная что нужно найти количество точек минимум функции точка минимума это экстремум функции экстремум как это связано функции экстремум там где производная равна нулю это граф производная производная обновляется вот в этих двух точках всего теперь только понять бы может быть они две максимум нет как два максимум подряд объем не до одно максимум и mains можно сразу принципе записать ответ давайте чуть-чуть даже по изучаем дальше что мы видим по производной производная была отрицательной значит функция убывала производная здесь положительно знач 0 с problems я росла на этом промежутке производная отрицательной функции убывает 1 . дома вторая точка . максимумы но действительно нас на этом отрезке одна точка минимума и одна точка максимума задача не очень были задачи я считаю обычно сзади на сзади вот 50 ватт это что это напряжение а напряжение это у понятно 50 равно это 55 я видел и r мало я видел ну очевидно остается вот это r которую надо найти r плюс r мало плюс 05 я делаю перекрестное умножение получаю что 55r равно 50r плюс 50 на 0 5 плюс 25 переношу r влево 5r равно 25 r равно 5 спасибо за такую задачу и задача на движение ну типа одни из самых сложных задач в экзамене хотя это задача 8 класса ну погнали велосипедист выехал с постоянной скоростью за в расстояние 70 обратно скорость была больше по дороге сделал остановку на три часа в результате велосипедист затратил на обратном путь столько же времени сколько на пути за б найдите скорость окей я решаю задачи с помощью таблички svt вот такую маленькую табличку на рису и вам расскажу как я эту табличку заполняю начинаю всегда с неизвестного здесь из а в б здесь из б в а неизвестно что не что надо те найдите скорость велосипедисты из б в а отлично x туда 70 проехал да и обратно 70 опа два из трех в одной строчке заполнилось автоматически заполняю третье время находится как расстояние деленное скорость так смотрите здесь он отправился если он обратно в а из б в а ехал со скоростью на три километра в час больше значит когда уехал туда у него скорость была на три километра в час меньше значит минус три ну и соответственно время на x минус три есть какие-то условия с помощью которых сейчас буду уравнение составлять это по дороге обратно сделал остановку и времени затратил столько же окей что он делал когда ехал туда просто ехал сколько по времени 70 деленное на x минус три что он делал x минус три что он делал когда ехал обратно он ехал 70 деленное на x не со скорость точнее время которое он потратил туда это 70 деленное x минус три обратно он ехал времени потратил 70 деленное x и плюс еще три часа потратил пока стоял известно что всего на путь туда он потратил столько же времени как и на путь обратно просто путь обратно составил двух вещей. Это когда он непосредственно ехал, и его остановка. Да вообще, типа, можно подбором сделать. Можно не подбором, можно к общему знаменателю, перекрестное умножение, квадратное уравнение, бла-бла-бла. А можно подбором. Ну, на что делится 7? Ну, на 70 на 10, да и на 7. Ну, давайте я подберу. x равно 10. 70 деленное на 10 минус 3, это 7, равно 70 на 10 плюс 3. Так это или нет? 10 равно 7 плюс 3. Да, это так, поэтому x равно 10, это ответ. Я смотрел еще раз, на что делится 70? Ну, кстати, много на что делится, да? Но еще прикол, знаете, какой, что здесь один делитель x, а второй делитель x минус 3. То есть один делитель меньше другого на 3, поэтому я такой 10 и 7 идеально бы подошли, да, как делители. Это при x равно 10 возможно. Но, опять же, кто не умеет подбором. Мы просто на курсе подбирали, подбираем и будем подбирать. Несколько заданий решаем этим способом, и в итоге у кого-то начинает получаться, а у кого-то, кстати, нет. Это нормально. Можно решать обычным уравнением. Пум! Здесь у нас график. Окей, начнем все. Давайте начнем с корня. Корень без двига, без всего. Это замечательно, поэтому там возьмем точку просто одну. Это точка 4, 1. Подставим ее вместо y, 1 равно 1 равно а корня из 4, то есть 2а. Отсюда а равно 1, 2. И вот мы понимаем, что такое f от x. f от x это 1, 2 корня из x. Так, здесь у нас kx плюс b. Но давайте коэффициент k с минусом будет, да, сразу. Коэффициент k будет с минусом. Это танго с угла наклона, потому что, как бы, потому что почему с минусом? Вот вообще мне нужен вот этот угол. Танго с этого угла. Но я беру танго с смежного, а танго с смежного противоположный по знаку. Поэтому 2 делим на 1, 2, 3, 4, 5. 2 пятых. Минус 2 пятых это наш коэффициент k. Здесь k равно минус 2 пятых. Вообще коэффициент b очень часто мы смотрим там, где мы, где прямая пересекает усь y, там коэффициент b и есть. Ну вот здесь блин, ну примерно 0,5, но никаких примерно, никаких примерно. Запомните точки. Вот раз, два, три. Точки, на которые можно ориентироваться, они просто выделены как точки. Поэтому такие, окей, беру какую-нибудь одну, мне хватит. Ну вот это, например, 4 минус 1. Подставляю теперь все вот в наш g от x. g от x это равно минус 1, это y, равно коэффициент k, я уже знаю, это минус 2 пятых умножить на x на 4, плюс b. Это что? Это минус 8 пятых, переношу их влево, 8 пятых минус 1 равно b, 3 пятых. Ага, смотрите, это, кстати, 0,6. Это почти 0,5, но не 0,5, а 0,6. Короче, получил я коэффициент b. Вы знаете коэффициент b, коэффициент k, значит, знаю нашу прямую. Значит, наша g от x равно минус 2 пятых x плюс 3 пятых. Ой, говнище. Вот говнище, кстати, где спряталось. Чтобы найти, они пересекают точки а, чтобы найти абсциссу точки а, ну, параметр, кстати, не пользуемся, да? Нужно, ну, проравнять эти два уравнения. Одна вторая корень из x равно минус 2 пятых x плюс 3 пятых. Ну и дальше, как вы это будете считать? Я Не люблю дроби. Дроби это бея. Это фууууу. Или оставим с дробями. Но вообще мне это не нравится. Не нравится. Не знаю даже, что сделать. Ну, давайте, давайте какой-нибудь такой способ. Корень из x равно t. Одна вторая t равно минус t равно Минус 2 пятых t квадрат плюс 3 пятых Перенесем все влево Получим 2 пятых t квадрат плюс 1 вторая t минус 3 пятых равно 0 Бахнем дискриминант Дискриминант равен b в квадрате 1 четвертая Плюс 4 на 2 пятых и умножить на 3 пятых Плюс потому что вот этот минус да здесь Равно 1 четвертая плюс так 25 будет в знаменателе 4 на 2 8 8 на 3 24 25 К общему знаменателю умножим на 4 умножим на 25 Получим здесь знаменатель 100 Здесь у нас будет 25 плюс Сколько это? 80 это 16 плюс 96 равно 101, 121 121 сотая равно 11 десятых в квадрате Теперь тогда находим t-шки t-шки равно минус 1 вторая плюс 11 десятых Деленная на 2а на 2 на 2 пятых 2 2 пятых С минусом не буду разбирать Потому что t больше либо равно чем 0 По моей замене Получается Как это делать? Умножим на 5 Это все равно что минус 5 десятых 11 десятых минус 5 десятых Это 6 десятых И делим на 4 пятых Правильно? На 4 пятых То есть умножаем на 5 четвертых Умножаем на 5 четвертых Так, так, здесь у нас двушечка Так, так, здесь у нас трешечка И что? Равно 3 четвертых Я получил Это t Это корень из х Это корень из х Отсюда равно корень из х Возводим квадрат и получаем 9 шестнадцатых Ой, 9 шестнадцатых Так это же надо еще посчитать Я должен 9 теперь поделить на 16 А это не тривиально вообще Учитывая, что я Сколько лет не считал столбиком 0 0 0 Правильно я делаю? 90 делим на 16 Берем по сколько? По 5 50 По 5 Подождите Так, а как А как правильно делить столбиком? По-моему, я должен взять Не, все правильно По 5, да, я беру 50 80 9 на 16 Ну да, 0,5 с чем-то Правильно 10 Скидываю еще 100 на 16 Ну это, наверное, уже по 6 60 И 36 Минус 96 Это 4 40 Это, блин По 2 Минус 8 И по 5 80 Как раз минус 80 Равно 0 Фух В игре первой части Сложные задания Нет, но Иногда считать Не очень приятно У меня получилось 0,5 6 2 5 Второе Т Меня там не интересует Потому что Оно отрицательно Минус 1 2 Минус 11 Десятых И делил бы на что-то положительное Т-шка 2 Не нужна Так, хорошо И Что у меня тут осталось Вот Найти точку максимума Для этого нужно взять Производный У-штрих Равно Минус 2 Третьих Остается Как коэффициент Производная От x степени 3 вторых Это 3 вторых Умножить на x степень 1 вторая И плюс 3 Вот так Равно По-моему Это все сокращается Минус корень из x Плюс 3 Вот так вот Равно нулю Отсюда Корень из x Равно 3 Ну а отсюда Понятно, что x Равно 9 Вообще-то у меня Единственное экстремум И если как бы Не он То никто Ну знаете Я проверю его 9 И проверю Как Я возьму Производную Моя вот Производная И подставлю Какое-нибудь Значение Подставлю Значение огромное Ну типа Не знаю 100 Значение 100 Корень из 100 10 Минус 10 Плюс 3 Это отрицательное То есть у меня Там где 100 Там минус Минус Здесь у меня Значит плюс Функция растет Потом бывает Это действительно Точка максимума Ответ 9 Это точка максимума И последняя задача Это вот как раз Новая задача Номер 2 Будет у вас в бланке Ну я ее просто Напоследок оставлю Она из демо-версии Что тут надо Есть Даны вектора А У меня тут 2 задачи Либо такая Либо такая Я так смотрю Разные Давайте кстати обе решим Так На координатной плоскости Изображены вектора А, Б Найдите скалярное произведение Ну давайте Скажем Какие координаты Имеет вектор А Вектор А имеет координат Насколько он сдвинут вправо 1, 2, 3, 4 То есть он на 4 идет вправо И насколько он идет вверх 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 6 значит Его координаты Да Координаты вектора Б Насколько он идет вправо 1, 2, 3, 4, 5, 6 Насколько он идет вверх На минус 2 Он идет вверх на минус 2 Понимаете Он идет вниз Ну значит Минус 2 Да Если бы шел вверх То было бы плюс Ну можно считать Как бы из координат конца Вычитать координат начала Но Я смотрю Если он двигается вправо Значит у нас координата растет Ну потому что Х направлен вправо Координата по Х Как бы идет в плюс А если бы он там шел влево То координат по Х Была бы отрицательной Если он идет наверх Координат по У положительный Если идет вниз Координат по У отрицательный Все вроде бы легко А теперь произведение Ну это Х1 Х2 Плюс Игрек 1 Игрек 1 Игрек 2 То есть 4 на 6 24 Плюс Минус 12 24 Минус 12 Ну оно 12 То есть Как бы был бы плюс Минус 12 И все равно что минус 12 Ну ответ Ответ в итоге вот 12 Ну и давайте Эту сразу тоже сделаем Есть 3 вектора Найдите длину вектора А минус Б Плюс С Ну то есть Из первой координаты Нужно вычесть Координату Б То есть Минус Минус 3 И прибавить координат С плюс 4 Вот это Х-овая координата Будет 1 плюс 3 Это 8 Ну и с игрековой координат То же самое сделать Из этой координаты Вычесть эту координату Минус 6 И прибавить эту координу Плюс Минус 2 Все равно сразу Минус 2 Это что такое 2 Минус 8 Это минус 6 Ну вот у нас есть Какой-то Некоторый вектор Назовем его Вектор H Он имеет координаты 8 Минус 6 И теперь нужно найти Его Длину Ну Что значит 8 Минус 6 Это значит Право на 8 Право на 8 Вниз на 6 8 6 И мы такие А ну это Теорием Пифагора Как бы Его Его длина 10 Ну как-то можно посчитать Типа по формуле Но эта формула То же самое Что Пифагор Это 8 квадрата Плюс Минус 6 квадрата Корень из Первая координата Квадрата плюс 2 Корзина на квадрате В итоге 64 36 Это корень из 100 Корень из 100 Это 10 Поэтому ответ И так и так 10 Получилось Ребят Обратите внимание Я вообще никуда не торопился Мне кажется Что там С объяснениями для вас Я уложился Плюс-минус Минут в 20 А Вообще Ну типа Супер подготовленный Ученик Мне кажется Решит За 7 За 8 Ну такой подготовленный Что это значит Здесь же не прям Супер знания нужны А тот кто очень много надрачивал Ну единственное что у меня вот Десятая задача Не быстрая если честно Ну а тот кто Как бы просто Идет там К 80 баллам Вы можете спокойно Это за 20 минут Сделать И потом еще раз Прорешать Это за 20 минут Чтобы перепроверить себя Как минимум Два раза Нужно первую часть Сделать Что вы думаете Вообще Что вы думаете Это сложные задачи Или нет Напишите Своё Мнение В комментариях А я вас кстати Хочу пригласить Вы поставьте лайк Обязательно А я хочу вас пригласить На стрим На котором мы решим 120 номеров Первой части 10 вариантов Первой части Мы с вами Прорешаем На этом стриме Поэтому обязательно Подпишитесь на канал Стримец такой будет Ну и поставь лайк на это видео Чтобы я Больше так взбодрился Типа да Я сейчас сделаю этот стрим Он очень полезный Эти стримы очень хорошо набирают Полезно в том плане Что ну вот Это повторение Большое повторение Первой части Оно всем вам нужно Ну еще вам хотел сказать Что да Вторую часть Хоть и не разбирал Но первая часть Это много баллов Уже да Это точно 60 плюс Вот это все сделать Точно 60 плюс Мы конкретно не знаем Это может быть 62 Это может быть 64 Это могут быть разные баллы Шкалы Шкалу мы узнаем Только после досрока Ну это же точно 60 плюс Но наверное меньше 70 Ну там еще чуть-чуть Там уравнение решите Какое-нибудь И уже под 70 будет Да Из второй части Поэтому наберете вы свои баллы Не переживайте Все вы помните Все вы знаете Да Периодически нужно там Прорешивать Нарешивать эту первую часть Удобнее всего Кстати это делать На Банк Егэ Точка ру Потому что Там фипишные задания С нормальным интерфейсом Можно и статистику По себе посмотреть Поэтому Пользуйтесь пожалуйста Видите у меня тут Бланк от Легиона Урок 64 Классная работа Стереометра Это стереометра второй части Но это к сожалению Легиона Который уже нельзя попасть Но Ты можешь еще попасть На Хулиган Плюс Там Уравнение Неравенство И экономическая задача Прям скоро стартуем Это все что тебе нужно Приходи А еще В записи дадим Много Много вебинаров По первой части Поэтому точно приходи Все Давай пока Продолжение следует...